Доктор Шиповаленко Завтра умелый танцор Антон Хабаров, 29 лет На первый взгляд, у него не должно быть никаких серьезных проблем со здоровьем Но не все так просто Антон меняет маски не только в кино, но и в жизни Например, дома он примерный семьянин Давай, кинем папе виноград, тоже полезное все О, красиво, как у папы Чтобы был здоров Рядом с супругой и детьми Антон не курит и правильно питается Конечно, хочется своим примером личным показать, какой образ жизни надо вести Но едва стоит Антону выйти на улицу, как примерный семьянин превращается в прожигателя жизни Если присмотреться, отмечается легкая синюшность губ Скорее всего, он много курит и давно курит А погибнет мрачная дорога Он курит в жизни, курит в кино С 15 лет 78 тысяч сигарет В школе, наверное, попробовал первый раз С другом со своим На балконе Он украл у мамы сигареты И мы там на балконе курили Место полезной домашней еды занимает жирный фастфуд Когда едешь на работу, там какой-то, ну, хот-дог стараешься взять там Или, ну, там, заехать в какой-то фастфуд Может быть и вредно Ночное нельзя, но зато вкусно Супруга актера знает, что Антон изменяет семье с сигаретами и фастфудом Но достучаться до его разума не может Я ему могу там тысячу раз сказать, как это плохо Или там устроить скандал И на него это вообще не подействует Бросается в глаза неправильный изгиб шеи Видно, что есть проблемы с шейным отделом позвоночника Возможно, его беспокоят головные боли Беспокоят? Это мягко сказано Антон ужасно страдает от них Чаще всего боль возникает после приема алкоголя Один из приступов Произошел во время нашей съемки Актера спас только укол Боли жуткие И к кому я только не обращался Мне все говорят, что это мигрень И что средства от мигрени нет Я уже отказываюсь верить, что мне кто-то может помочь в этом Именно поэтому Антон согласился участвовать в проекте Татьяна Шаповаленко – его последняя надежда Для начала ей хочется понять причину раздвоения личности актера Как вы думаете, почему дома вы один, а на работе другой? Ну потому что дома я могу быть самим собой Женой с ребенком, а на работе Все равно приходится играть какую-то роль Даже когда ее не надо играть Когда вы не на сцене, когда вы не под камерой Это же все равно моя работа В театре и в кино очень тяжело открываться кому-то Можно сказать, что вы постоянно находитесь В состоянии внутреннего напряжения, когда вы не дома? Ну, наверное, да Постоянный стресс приводит к нарушению деятельности мозга Поэтому доктор Шаповаленко проводит специальный тест Здесь 10 предметов Постарайтесь их запомнить сейчас Теперь закрываем глаза, отворачиваемся Так, поворачиваемся Посмотрите внимательно, какой предмет я убрала Антон не может вспомнить Этот тест – косвенный показатель того, что ваша нервная система действительно испытывает серьезные перегрузки Вы не можете запомнить элементарных вещей Здесь лежал кубик Фастфуд тоже нанес удар по здоровью В норме уровень холестерина составляет до 5,4 мм на литр 7,6 – это действительно высокий уровень холестерина Это высокий риск развития атеросклероза сосудов Но главное обследование впереди Антон проходит детальную диагностику Новейшие медицинские сканеры исследуют каждый миллиметр тела Заглядывают внутрь всех органов Сердце, легкие, мозг видны насквозь Полученные данные Татьяна Шаповаленко вводит в специальную программу Этот компьютер даст ответ Сколько лет осталось жить Антону Хабарову? Из-за курения организм Антона страдает от кислородной недостаточности И это может лишить его 10-15 лет Итак, Антон, мы получили результаты обследования Уровень вашего гемоглобина – 162 грамма на литр В норме у мужчин вашего возраста до 150 Организм пытается искусственно скомпенсировать тот недостаток кислорода, который является результатом вашего курения Повышенный гемоглобин сгущает кровь Угроза инсульта вполне реальна Это ваши капилляры В норме кровь должна течь гораздо быстрее У вас она течет очень медленно Видите, как будто с трудом проталкивается кровь сквозь капилляры Это первая причина головных болей А вот и вторая Легкие как будто подернуты пеленой Бронхи неравномерно расширены, где-то утолщены, где-то сужены Это все признаки хронического бронхита Хронический бронхит – это результат курения с 15 лет Табачный дым содержит 43 известных канцерогена Более килограмма этих веществ может накопиться в легких Это грыжи шейного отдела позвоночника Грыжи нарушают кровоснабжение головного мозга И это также является причиной тяжелых головных болей В вашем организме, вашими родителями заложен возраст 75-80 лет Малоподвижный образ жизни, Антон, лишил вас трех лет Стрессы, недосыпания, переутомления укоротили вашу жизнь на 4 года Вредная еда, богатая жирами, высокий уровень холестерина Украли 7 лет жизни И самое главное – курение отняло у вас 11 лет Итого, как минимум, на сегодняшний день вы отняли у себя 26 лет жизни Возраст смерти – 49 лет Кошкарка Вы ожидали таких результатов? Нет Я думал, что, ну, 65-65, но не 49 Результаты действительно плачевны Разве можно что-то изменить? Антон, давайте попробуем Я готов Пойдемте работать Дома Антона встречает супруга Актер с трудом сообщает ей страшную правду Возраст 49 лет Да, ладно Да, не, ну 49 Ну, если так же дальше жить, то это Понятно Ну, так же ты же не будешь тогда Это точно Лена еще не знает, что ей скоро придется расстаться с Антоном Как всегда, план спасения пациента доктор Шиповаленко разрабатывает вместе с группой специалистов Олег Токтаров, он же русский медведь Чемпион мира по боям без правил Начинал с самбо, дзюдо и джиу-джитсу За долгие годы изучил десятки спортивных оздоровительных систем Юлия Чихонина, врач-диетолог, научный сотрудник клиники Института питания, кандидат медицинских наук Повышенный уровень холестерина, особенно в таком молодом возрасте, наблюдается не только при избытке животных жиров в питании, но и при недостатке некоторых витаминов Например, фолиевой кислоты, витамины В6 и В12 Олег, что будем делать с такой его сегодняшней ситуацией? Его нужно изолировать Или общество изолирует Куда мы его можем отправить от вот этого бесконечного... Если не на обитаемый остров, то я бы посоветовал в деревню, потому что селени в деревне много Капусты много Раздражителей нет Я думаю, ему понравится Эта идея нравится Татьяне Шаповаленко больше всего И уже на следующий день она везет Антона в глухую деревню одной из северных областей Для меня это будет как на необитаемый остров Обычно такое резкое изменение в своей жизни, оно позволяет на многие вещи взглянуть по-другому, под другим углом зрения Я очень хочу, чтобы это с вами произошло Такого поворота сюжета актер явно не ожидал Огород, собака, куры, никакой цивилизации, интернета и даже телевизора Все здесь придется делать самому Без комментариев Еще один шок для Антона Похороны сигарет Этот психологический прием должен сработать Попрощайтесь с этой пачкой Скажите себе, что больше вы не прикасаетесь к сигаретам Бросайте Положу ей Жалко, Антон? Да, очень жалко Потому что я боюсь, что желание откопать будет тяжело без сигарет В первые дни Антона ждет синдром отмены Но у доктора есть еще один прием Как только вам захочется курить, вы идете в дом и чистите зубы Не обязательно проводить всю процедуру целиком Но достаточно почувствовать вкус мятной пасты Ощущение мяты во рту отбивает желание взять в рот сигарету Антон остается один Но ненадолго Юлия Чихонина приехала показать актеру смертельную опасность холестерина Антон, вот сейчас вы находитесь на месте своего сердца Эта трубка, это сосуд Через который вы можете нормально дышать Вот это холестерин Который в избыточном количестве, поступая с пищей Постепенно перекрывает просвет сосуда И становится труднее дышать Вы чувствуете это? Если вы не измените свое питание То постепенно холестериновая бляшка может полностью перекрыть просвет сосуда Примерно то же самое может произойти и сердце Снизить уровень холестерина поможет диета Часть рациона растет на огороде Чеснок является просто чемпионом Победителем в борьбе с избыточным холестерином в организме Дело в том, что он содержит очень много биологически активных веществ Которые способствуют укреплению и очищению сосудистой стенки Вот здесь капуста Клетчатка способствует снижению всасывания холестерина из кишечника И способствует его выведению Главное вовремя пропалывать и поливать Каждый день придется пить чай из боярышника и чабреца Он снижает уровень холестерина В рационе есть и мясо, но только нежирное А на ужин обезжиренное молоко от соседской козы Следующий гость Олег Токтаров Для начала совет для повседневных деревенских дел Носим воду и бережем позвоночник Я покажу, как правильно поднимать тяжести Люди часто делают ошибки Отсюда радикулит, отсюда грыжа Отсюда искривление позвоночника Первое, спина должна быть в любом случае прямая В данном случае с прямой спиной Мы подняли ведра Посмотрите, как мы их ставим Ставим за счет приседания, за счет ног При этом, заметьте, мы не перегружаем ни спину, ни шею То есть спина как осталась прямая, так она и была Ничто не произошло в области шейного отдела Чтобы сохранить позвоночник здоровым Нельзя носить тяжести больше 10 килограммов Для Антона это два ведра, наполненных до половины Дополнительную защиту позвонков обеспечит корсет Сейчас ведра помогут определить физическую выносливость Антона Готовы? Да А я за вами Раз, два, три Поехали Сколько времени понадобится актеру, чтобы донести два ведра воды из колодца? Дверь открывается, забегаем Стоп! 2.20 Всего 2.20, а дышим мы как Такой хороший, но не очень породистый конь после забега Это говорит о том, что работа нам непочатый край Сердце у нас слабое, сердечная система работает не так, как нужно А укрепить сосуды, сердце и легкие поможет нам велосипед Самый лучший вид транспорта в деревне Дарю Но пока мне напоминает как бы некую такую игру